Поступая на службу в Федеральную противопожарную службу, торжественно присягая на верность Российской Федерации и ее народу. Клянусь при осуществлении полномочий сотрудников Федеральной противопожарной службы, свято соблюдающих Конституцию Российской Федерации и федеральные законы. Для каждого из них эта присяга не первая в жизни. Все бойцы, прежде чем заступить на службу в пожарную охрану, прошли срочную службу в армии. Но впервые они дают клятву в том, что будут трудиться на благо и ради спасения граждан. Не меньше самих новоявленных огнеборцев переживают их родные. Пожарного Ковалева пришли поддержать все члены большой семьи. И в первых рядах мама. Мечтал, мечтал всю жизнь, да, с детства. Не получилось сначала, ну вот, наконец-то мечта сбылась. Гордость, гордость у нас. Бойцы уже распределены по пожарным подразделениям областного центра. Пополнение произошло во всех частях. К примеру, в первую пожарно-спасательную часть на службу заступили пять пожарных. Дмитрий Рузин попал в ряды бойцов специализированной пожарно-спасательной части. Там он служится 2 октября. Говорит, если бы искренне не полюбил работу, то сегодня его бы здесь не было. Первый выезд, вспоминает боец, был связан с пожаром в областном центре. Первый выезд был частный дом в районе Лакина, Владимире. Было очень все непонятно, сложно, очень все новое. Буду также ответственно относиться к своей работе. Только теперь я уже официальный сотрудник, принявший присягу. Уже обязанности полностью легли на мои плечи. Из-за ограниченного набора в прошлом году присяги во Владимире не было. Зато теперь областной пожарно-спасательный гарнизон укомплектовано 95,5%. Этот показатель лучше, чем по всей стране, где в среднем он держится на отметке в 92%. Первоочередные задачи бойцов сегодня – предотвратить происшествия в грядущие майские праздники. И они уже готовы ко всему. Ну а перспективы, безусловно, это пожароопасный период 2017 года. По предварительному прогнозу, гидромета лета должно быть достаточно стабильной, скажем так, по погодным условиям. С нормой осадков, то есть не как прошлый год. Поэтому будем готовиться, будем работать и совершенствовать нашу систему. По традиции, новоиспеченные бойцы фотографируются со своими новыми начальниками и ветеранами пожарной службы. Также в рамках торжественного мероприятия были награждены лучшие сотрудники пожарной охраны региона. Сам же праздник – День пожарной охраны бойцы отметят 30 апреля. Кто-то со своими родными, а кто-то на боевом посту.